Тако, или по-другому говоря, люди, защищающие себя от гнева Аллаха, отстраняясь от дел, запрещенных Всевышним. Для тех, кто боится Господа Своего, уготованы райские сады, в которых тихут ручьи. Вечно они там пребудут, вознесенные под сень Аллаха. А то, что у Аллаха наилучшее для праведных. Они в безопасном месте, там нет никаких опасений. Например, когда мы засыпаем, то беспокоимся о том, как лечь, чем укрыться. А там нет таких проблем. Никто не проверяет и не беспокоит. Ты достиг этого уровня. В вышеприведенных аятах Аллах Свят Онавелик говорит о том, что люди таква, богобоязненные люди, избавленные от испытаний судного дня. Праведный человек, боящийся гнева Аллаха, надеющийся на его милость и уповающий на его прощение, никогда не должен терять надежду. Аллах Свят Онавелик говорит, о те, кто поступают с жестокостью по отношению к себе, не теряйте надежду на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди, не верующие. Если Аллах пожелает, Он может простить, ведь Он милостивый и милосердный. Здесь есть одна история, икая. Однажды пророк Дауд, алейиссалям, сидел и читал Забур. Вдруг заметил ползущего красного червя и подумал про себя, с какой целью и зачем Аллах создал этого червя. По велению Аллаха, череп был наделен способностью говорить и сказал, о пророк Аллаха, Всевышний одарил меня знанием поминать себя каждый день по тысячи раз, произнося, причисто Аллах от недостатков. Хвала Аллаху! Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах Велик. Вечером тысячу раз произносит салават, благословение на пророка, алейиссаляту вассалям. О Аллах, благослови нашего пророка Мухаммада, алейиссаляту вассалям, который не умел ни читать, ни писать его сподвижников и его потомство. Скажи мне, а какие зикры ты говоришь? Скажи мне, я хочу их использовать. Задал вопрос червь. Пророк Дауд, алейиссалям, пожалел, что недооценил красного червя и принес покаяние. Мольбу Аллаху опрощения грехов. Ты не знаешь, возможно, ты совершаешь дела величиной с гору, а кто-то другой делает маленькое дело, но это дело может быть выше твоего. Например, у кого-то есть тысяча сом, и он пожертвовал пятьсот, а у кого-то всего два сома, и он пожертвовал их все. Кто совершил большее благодеяние? Тот, кто пожертвовал все, что имел. Поэтому не говори, что ничего не умеешь, совершай благое в миру своих сил и возможностей. Весы Всевышнего не такие, как у нас. Весы на Оржском рынке другие. Твое намерение, состояние и действие обладают там другим смыслом. Праведный человек не теряет надежду на милость Аллаха. Преданно служит, поклоняется и исполняет свои религиозные обязанности по отношению к Аллаху. Отстраняется от дел, запрещенных Всевышним, оставляет плохие привычки. Он не теряет надежду, полностью выполняет, отстраняется от плохого, оставляет плохие привычки. Не говорит, я такой, у меня не получается. Оставляет. Пророк Ибраим, алейиссалям, друг Аллаха Святого Велик, когда вспоминал свои ошибки, терял сознание. Его сердце стучало от страха. Аллах Святого Велик отправил к нему ангела Джибриля, алейиссалям. Он пришел к нему и сказал, Аллах передает тебе приветствие и спрашивает, разве тот, кто боится своего друга, может быть его другом. На что пророк Ибраим, алейиссалям, ответил. О, Джибриль, когда я вспоминаю совершенные ошибки и наказания, предстоящие за них, я забываю о дружбе. А вот мы, опираясь на высокопоставленных друзей и дружбу с ними, совершаем непристойные поступки. Говоря, если есть знакомые, то ты, как танк, можешь решить все свои проблемы и дела. Когда мы предстанем перед Аллахом Святой Велик, то получим общий счет, и тогда нам не помогут наши знакомства и связи. Имам Абу Лейс говорит, на седьмом уровне неба есть созданные Аллахом ангелы, которые со дня сотворения и до судного дня находятся в земном поклоне. Их сердца дрожат от страха перед Всевышним. В судный день они поднимут головы и скажут, о причистые от всех недостатков Аллах, мы недостаточно преданно служили и поклонялись тебе. Этот аят указывает на следующее, они боятся Всевышнего и делают только то, что предписано Аллахом. Есть адист пророку Мухаммада алейхиссаляту ассалям. Когда тело человека дрожит от страха перед Всевышним, его грехи осыпаются, как листья с деревьев. Как ты представляешь себе дрожащего человека? В детстве ты пас коров и, не проследив, запустил их в колхозные угодья. А когда ты ее выгоняешь из них, появляется глухонемой сторож на коне, который, не обращая внимания на твои оправдания, угоняет и запирает твою корову в колхозном сарае на три дня. И ты идешь домой, где тебя ждет мама с ведром в руке для дойки коров. Как ты дрожишь от страха? Представь себе. Или когда залез в колхозный сад, чтобы своровать. Как дрожишь? Или когда разбил любимую вазу своей бабушки. Ты боишься и дрожишь от страха. Ты боишься и дрожишь от страха перед людьми. А есть среди вас те, кто боится, что вовремя не совершал намаз, омовение или обидел кого-то? Я знаю таких людей. Они есть среди нас. И они очень богобоязненны. Я задаю себе вопрос, а у меня есть такие качества? И очень мучаюсь, не находя ответов на них. Мы должны уделять внимание тому, боимся ли мы гнева Аллаха, совершаем ли грех. Когда тело человека дрожит от страха перед гневом Аллаха за совершенные грехи, они опадают, как листья с дерева, передается от имама Байхаккея, имама Хакима в книге Навадыр. Хадис от пророка Мухаммад Аллах говорит, я не оставлю человека в двух случаях, во время опасности и беды. Если он боялся моего гнева в этом мире, я избавлю его от бед в ином мире. А если он не боится, то он испытает силу моего гнева в другом мире. Те, кто боится в этом мире, тот избавится от страха в судный день, а кто нет, тот испытает страх. Уважаемые братья, этот день наступит очень скоро. Как это произойдет? Те, кто сидел с тобой за одним столом и кем ты гордился, те, у кого все мечтали взять автограф, те, которые управляли миром, они давно уже мертвы, и ты умрешь, из тебя будет спрос. Если ты сегодня кричишь с трибун и выставляешь в фейсбуке, это не значит, что ты не умрешь. Вы вспомните, сколько за последнее время умерло знаменитых артистов. Вчера умер один известный сорокалетний мужчина, а недавно женщина наша сестра, ей тоже было около сорока лет. И мы можем умереть в любой момент. Поэтому будьте сейчас богобоязненны, чтобы обезопасить себя в судный день. Вот как говорится в одном аяте, смысл, не бойтесь людского гнева, бойтесь меня, говорит Аллах, свят он и велик. А в другом аяте, если вы праведны, не бойтесь их, а бойтесь меня. Если ты что-то говоришь, то тебя не должно волновать мнение людей. То, как они воспримут, не вызовет ли это кривотолки и сплетни, тебя должно заботить, нравится ли это Аллаху. Что он скажет? Если ты боишься Аллаха, свят он и велик, то у тебя все будет на своем месте. А если ты будешь бояться людей и забудешь об Аллахе, свято навели, то никогда тебе не будет добра. Поэтому, уважаемые братья, надо ставить Всевышнего Аллаха на первое место.